В столице России, в Москве, 20 часов и 6 минут. Это радио Финам-ФМ, частота 99,6. И как обычно, по четвергам в это время в эфире программа «Искусство возможного» в студии Роман Бабаян. Добрый вечер. Лидер оппозиционной украинской партии «Удар» Виталий Кличко утверждает, что в пятницу состоится встреча президента Украины Виктора Януковича и канцлера Германии Ангела Меркель, на которой стороны обсудят вопросы, связанные с подписанием соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза. Я знаю, говорит Кличко, что завтра будет проходить встреча Ангела Меркель лично с президентом Украины, где будут обсуждаться вопросы, необходимые для подписания соглашения об ассоциации. Это заявление Кличко сделал в Вильнюсе. По его словам, давление украинского общества, которое вышло на акции в поддержку евроинтеграции, будет определяющим фактором для возможности подписания соглашения об ассоциации. В то же время в пресс-службе главы украинского государства заявили, что пока не располагают никакой информации о возможной встрече президента Януковича и канцлера Меркель. О ситуации на Украине, о том, что происходит сейчас в Киеве и о том, чем вообще эта история может закончиться, мы будем говорить сегодня подробно с нашими гостями, я их сейчас представлю, они уже находятся в нашей студии. Это Сергей Марков, проректор Российского экономического университета имени Плеханова, член Общественной палаты России. Добрый вечер. Добрый вечер. И Виктор Гержов, журналист, сопредседатель общественной организации «Украинцы Москвы». Добрый вечер, Виктор. Добрый вечер, добрый. И сразу первый вопрос вам. Вот вы мне скажите, зачем Украине нужна вот эта вот ассоциация с Евросоюзом? Что Украина хочет получить в итоге? Где-то полтора десятилетия Украина взяла курс на Европейскую ассоциацию, на интеграцию в Европу. Существует принят закон Украины, где статья 11 четко прописывает про европейский курс Украины. Это об основах внутренней внешней политики государства. Украинцам, которые находятся в особенно западные регионы, в близости от Европы. И сейчас, когда имеет возможность многие, в том числе молодежь, выезжать за границу в Европу, смотреть, как живут люди, какие стандарты жизни. Конечно, они хотят к этим стандартам тянуться, реформировать Украину и таким образом улучшить свою жизнь. Это во всех сферах. Вот ключевая история. Улучшить свою жизнь. Обучение, медицинское обслуживание, уровень жизни и продолжительность жизни, как мы знаем, в европейских странах намного выше, чем в Украине и России. Где-то порядка, в среднем по странам на 10 лет. Вот это также интересует украинцам. То есть Европа видится Украине как нечто такое светлое, хорошее и что если мы войдем в том или ином виде, вот в это светлое и хорошее, то у нас тут же все изменится. Ну или не тут же, но все равно изменится в лучшую сторону. А если мы повернемся в сторону России, то что? Нет, вопрос не надо так ставить. Дело в том, что Украина никуда, взяв чемодан, она не уезжает. Она остается там же. Она является географически и является геополитическим игроком между Европой и Россией. И никуда она не уедет. Люди просто хотят у себя в стране сделать уровень экономики, технологий, развития общества. Тут и права человека, мы понимаем, да, и прозрачные выборы и так дальше, много составляющих. Вот этот уровень поднять, да, стандарты в Европе. Я думаю, в России также этого хотят сделать лучше жизнь, правильно? Вот. И Европа с Россией прекрасно торгует. И Россия, как и Украина, является членом ВТО, поэтому я думаю, всегда можно договориться. То есть ничего страшного в принципе и не происходит, да? Нет, ничего страшного не происходит. Отлично. Сергей, ну сейчас перед тем, как вопрос, я напомню номер телефона нашим слушателям, по которому они могут позвонить, задать любой вопрос мне или нашим гостям. Это 6510-99-6, код города Москвы 495. Сергей, вот скажи, действительно, ведь ничего же страшного, наверное, не произойдет. Украина действительно не возьмет чемодан, никуда не исчезнет. Она как была географически там, где она находится, она там и останется. Тогда почему столько страстей? Ну, достаточно очевидно же, я думаю, всем. Да, сейчас посмотрите, все европейские статьи, выступления европейских политиков, посвященные этому вопросу, на протяжении всего этого времени, они Россию упоминают больше, чем Украину. Потому что для них, для всех, да, это договор об ассоциации, это прежде всего способ оторвать Украину от России. Для чего? Чтобы не дать России возродиться как мощный цивилизационный центр. А мы без Украины не можем возродиться как мощный цивилизационный центр? Нам значительно труднее. И многие считают, что критическая черта проходит где-то именно вот здесь вот. Если с Украиной, то сможет, а если без Украины, то не сможет. Снаменитые слова Бжезинского, которым согласны очень многие и внутри, и у нас, о том, что с Украины Россия великая европейская держава, а без Украины Россия региональная азиатская держава. О, как интересно. Региональная азиатская. Региональная. Мало того, что региональная, так еще и азиатская, да? Просто идея европейзации, да. Ага, вот Сергей, а вот скажите мне. Сейчас, 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 секундочку. И при этом, это наш как бы интерес, да? Ну вот, да. И мы, конечно, поэтому против этого, да? Значит, при этом, мы считаем, что вот эта мечта о Европе, да, значит, абсолютно очевидна. А в лучшем образовании, здравоохранении, о правах человека, да. Абсолютно очевидна. Ну, конечно, как же можно против этого? Если бы Украина вступала в Евросоюз, конечно, мы бы, знаете, восторг, может быть, не испытывали по своему поводу, но нашим братьям просто, так сказать, искренне радовались бы за них, потому что вот у них так хорошо получается, они нас обогнали, как поляки, чехи вступили. Неплохо у них получилось, что же спорят-то? Очень хорошо. Но мы обращаем наших коллег внимание, то, смотрите, чехи-поляки очень хорошо, у них рост уровня жизни, свобода передвижения. Следующая стадия, Латвия, Эстония, Литва, у них уже свобода передвижения, но без роста уровня жизни, высокая безработица очень, так сказать. Реально, рост уровня жизни у них сейчас пониже, наверное, чем в России. А еще следующая волна, Болгария и Румыния. У них ухудшение уже уровня жизни произошло, да? А тут есть ли еще и Украина? Свобода передвижения нет у них, да? Сейчас вот, и мы обещали, что будет свобода передвижения, но сказали, ну, сейчас премьер Великобритании сказал, нету, знаете, нам нужно подождать, что это нам нищие? Мы, говорит, провели психологический опрос, 90% румын хотят бросить Румынию, уехать в Великобританию, не уверен, что здесь можно не работать и жить на пособие. Значит, а Украине, понимаете прекрасно, Украина не станет членом Евросоюза по той же причине, что и Турция. Слишком большая, слишком нищая и слишком другая. Да-да-да. И поэтому он предлагает другой вариант. Вообще ниже туда Румынии и Болгарии, то есть без всяких шансов на членов Евросоюза, без всяких шансов на безвизовое сообщение, прямо так и говорят, да, им предлагают африканский вариант, полуколония, тот вариант договора, который предлагается Украине, списан с того варианта, который был подписан Евросоюзом с Марокко, Алжиром, Тунисом. Поэтому я говорю, это не Евромайдан, это Африкамайдан. Люди, которые совсем с ума сошли, и голову забита этой пропагандой. Молодежь пропагандой? А вот скажите, действительно, вы допускаете, что такое огромное число людей одновременно взяли и сошли с ума? Нет, молодежь особенно, студенты. Молодежь им легче запудрить голову, я вам скажу честно, как проректор. Они видят Европу. Поверьте мне, я скажу, что у них на самом деле, кроме всего прочего, есть и какие-то такие рациональные вещи у наших украинских братьев. Они видят, что Украина развивается, конечно, очень плохо. Ну, смотрите, мировой лидер по нелегальному донорству человеческих органов в Европе, да, Украина. Мировой лидер по депопуляции. Было 52 миллиона, стало 45. Видим, мировой лидер по деградации промышленности. Да, там все развалили, все что-то коры. Поэтому население Украины ищет, кто бы взял внешний патронат над страной. Поэтому есть удивительные социологические данные, которые никак нельзя объяснить, кроме как вот этим тезисом, что украинцы жаждут нового Рюрика, который правил бы Киевской Русью. А больше, если провести социологию, вы согласны вступить в Евросоюз? Большинство, безусловно, за. Где-то процентов 65, наверное. Но если провести другой опрос, согласны ли вы, чтобы Украина стала членом таможенного союза, тоже передать часть полномочий, опять 65 процентов где-то за, а может быть и 70. Получается, что большинство граждан Украины говорят, ну, хоть кто-нибудь, хоть кто-нибудь, обуздайте эту наглую, вороватую бюрократию. Кто-нибудь, обуздайте этих криминальных оригархов. Нам стыдно наших президентов, говорят они. Один муж американской шпионки, другой, так сказать, родом... Муж американской шпионки? Лучше самому быть шпионом. Это вы проющенка, я понял, да. Другой сидел два срока в тюрьме. Третьего нам приготовили, так сказать, кличко. Связан с криминалом, бизнесмен, с организованной преступностью. Сергей, вы посмотрите, какая странная штука получается. С Ющенко наша позиция не меняется. Они ужасно говорят. Не меняется. Но вот второй, про которого два срока вы сказали, он просидел в тюрьме, я помню, что еще совсем недавно, вот лично мы с вами активно его поддерживали в четвертом году. Я его сейчас поддерживаю. Я же про другое. Я про то, что говорю, что украинцам стыдно за них. Вот в этом моя суть. Я сейчас могу сказать, Виктор Янукович, великий человек, рекомендует на чутье сейчас проявил там. Человек сам сделал себя. У него много чего, если так посчитать. Я сейчас вот предлагал нашим киношникам фильм про него снять художественный, я могу честно сказать, там как про настоящего героя нашего времени получилось бы. Дело не про это. Я думаю, что я про украинцев. Чего они хотят? Они хотят, чтобы пришел Рюрик. Меркель или Путин. А лучше Путин, Меркель и с Янукович вместе. Прекрасная история. И они так будут отправить Украину. И наконец смогут что-то такое делать. Виктор, вот как вам это мысль? Понял, как вам это мысль? Согласен, знаете с чем? Что действительно, ну как говорят, народ заслуживает того власти, которое имеет, да? Так. Это в принципе... Нет, я считаю, не согласен. Не заслуживает украинский народ, так сказать, предатель родины и мужчинка. Не заслуживает. Я не могу опровергнуть эту банальную поговорку. Народ не заслуживает. И вот то, что сейчас делает Янукович, он хочет показать большой европейский, да, древний народ с культурой, с духовностью, с верой. Он хочет его выдать как попрошаек. Вы понимаете, он ходит, и кто больше даст кредитов? Потому что они проворовались. Правительство Азарова за три года. Они 40 миллиардов добавили вмешнего долга. Добавим, все правительства Украины проворовались. 63,9 ищет. Добавим, все правительства Украины проворовались. Предыдущий пример вообще в тюрьме сидит. Тоже обвинили в хищение. Это вообще триллионы. Ну да, да, да. Не сколько, сколько? Два премьера в тюрьме. Два, два. Да, да, точно, точно. Два. Тот, кто народ, который вышел на улице, он как раз и против. Здесь я с вами абсолютно согласен. Такой вороватой власти, которая хочет унизить трудолюбовый народ, который может работать, может достигать чего-то. Виктор, а вы согласны с тем, что сказал Сергей? Что я имею в виду? Когда он перечислял вот эти этапы, да, первый этап Польши, Чехия хорошо получили поддержку, успешно. Потом пошла Прибалтика, не очень. Потом Болгария, Румыния, совсем все плохо. А с Украины будет Африка. Согласны с этим мнением? Нет, смотрите, никто не знает, что будет. Давайте посмотрим. Во всяком случае, Европа, подождите, нет пророкового отечества, и в другом тем более. Значит, надо посмотреть. Вот аграрная отстава была Япония до 45-го года. Потом, значит, пошли реформы, американское оккупационное правительство помогло им в этом деле. То есть вам нужно аналогичные оккупационные правительства? Конечно. Нет, нет, нет. Это вот тогда ровно то, о чем говорил Сергей. Конечно. Нет, не правительство оккупационное, а нормальное правительство свое, собственное. Вот, которое немножко посмотрит и прислушается сейчас к тому, что говорит народ. И то, что какие-то подвижки пошли у Януковича, это же под влиянием того, что сотни тысяч по всей Украине вышло людей, молодежи. А какие подвижки? В каком направлении подвижки? В подвижки в том направлении, чтобы не подписывать? Значит, сейчас в Европе мы можем обо всем говорить окончательно. У нас 30 секунд до перерыва на рекламу. Когда закончится саммит, я думаю, что уже будет написан какой-то или меморандум, или протокол на меренях. Я думаю, все-таки, потому что возвращаться в Украину сейчас, когда там митинги будут еще больше, и могут оставку правительства, первые выборы досрочного парламента и прочее так дальше. И 15-е годы, это сейчас как плебисцит. Я, ну, короче, увидел отношение народа к нему. Все, мы сейчас уйдем на рекламу, вернемся через несколько минут и продолжим наш очень интересный разговор. Но начнем мы со звонков наших слушателей, которые у нас уже есть. Еще раз добрый вечер. Это радиофенам ФМ, частота 99,6. В эфире программа «Искусство возможного». И мы говорим сегодня о ситуации на Украине, пытаемся понять, чем она может завершиться. Телефон, по которому можно позвонить в нашу студию, 6510-99,6. И можно задать, позвонив по этому телефону, любой вопрос мне или нашим гостям, которых я еще раз сейчас представлю. Это Сергей Марков, член общественной палаты России, проректор Российского экономического университета имени Плеханова. И Виктор Гиржов, журналист, сопредседатель общественной организации «Украинцы Москвы». Начнем, как я и обещал, со звонков наших слушателей. Илья, мы вас слушаем. Добрый вечер. Да, добрый вечер, господин. Здравствуйте. Начали вы разговор с того, что, наверное, украинская молодежь видит перспективу направлений в сторону Европы. Да, да, да. Хотят такие же уровень. Может быть, России и не стоит вот так вот яростно бороться за Украину. Отпустить, скажем, полностью отпустить Украину. Ну и пусть страна сама выберет свой путь, куда ей нужно. А нам в это время, допустим, предложить некий вариант, упрощенный способ вступления в гражданство. Потому что Украина, в принципе, братская нам страна. И пусть лучше не граждане из Средней Азии приезжают, а с Украины. Упростить процедуру получения гражданства и так далее. И народ через какое-то время, может быть, сам определится, где лучше находиться, а не власти. Ну вот. Ну, как вариант, да. Как вариант, Сергей. Вот, пожалуйста. Две вещи, значит. Давайте отпустим, действительно. Две вещи, так сказать. Во-первых, значит, мы исходим из того, что действительно будет. Мы исходим из того, что договоры, по конкретике можем поговорить, имеют очень плохие последствия для украинской экономики. Приведет к ее деградации, падению уровня жизни. Но это одна точка зрения. Одна. Есть другие мнения. Есть другие мнения. Вы знаете, грамотных экономических других мнений нет. Скажу честно. Даже, смотрите, тех, кто сейчас... Ну что, послушайте. Да нет, экономисты. Смотрите, даже те, кто сейчас драйверами были этого договора. Например, Павел Коваль, депутат от Польши Европарламента, руководитель группы дружбы Европарламента и Украины. Он прямо говорит, мы должны компенсировать Украине на 10 миллиардов долларов тот ущерб, который она получит. Секунду, Сергей. И еще цитата от Януковича. Пока далеко не ушли от этого. И еще буквально, вы помните, месяц назад, две недели назад очень многие политологи говорили, эксперты о том, что, ну, никаких сомнений. Они обязательно подпишут этот договор об ассоциации в Вильнюсе. Правильно? Правильно. Я так не говорил. Ну, вы исключение, это понятно. Поэтому вы у нас в студии, Сергей, все эксклюзивно. Но вдруг они изменили свою позицию. И теперь посмотрите, что говорит Виктор Янукович, президент Украины. Я хочу, чтобы в нашей большой украинской семье был мир и покой. Как отец не может оставить семью без хлеба, так и я не имею права оставить людей на произвол судьбы с теми проблемами, которые могут возникнуть. Если под давлением, которое мы ощущаем, остановится производство, и миллионы граждан будут выброшены на улицу. Поэтому мне приходится прибегать к непростым решениям. Поэтому я иногда рискую быть непонятым. И поэтому я прошу сегодня наш народ внимательно высушить меня лично. Я не сделаю ни одного шага в ущерб Украине и так далее. То есть и высшее руководство Украины понимает, что последствия, экономические последствия этого шага могут быть ужасными. И европейские политики тоже это понимают. Еще раз повторяю, потому что они тоже заговорили о компенсации. Хорошее дело не надо компенсировать, понимаете. Если вам лучше становится... Знаете, почему они заговорили о компенсациях? Потому что мы очень часто сравнивали процесс ассоциации Украины с Европой, с ассоциацией, с тем путем, который прошла Польша. Но почему-то никто тогда не сказал, что 15 миллиардов, если я не ошибаюсь, поляки получили сразу. А в Украине, по-моему, что-то обещают в районе полутора миллиардов. То есть в 10 раз меньше, и это большой вопрос. В плохих условиях кредит. Может быть, Виктор, может быть, действительно имеет смысл отказаться от этой идеи? Потому что, ну зачем нам идти туда, где нет денег? Даже вот с точки зрения такой вот бытовой. Если были хорошие времена... Где заберут деньги! Или заберут. Если были хорошие времена у Европы, и она принимала, и от этого кто-то выигрывал. То есть сейчас у Европы ужасные времена, они сами концы с концами не сводят. Зачем нужна эта головная поля? Роман, извините, только одну фразу, извините, я... Одну фразу и Виктор, да. Одну фразу добавлю. Мы все-таки, в чем прав наш случай, мы должны готовиться, принять, может быть, 5, может быть, 8 миллионов граждан Украины, которые будут убегать. Да, мы должны думать об этом. Давайте всем дадим, по крайней мере, жители восточных областей, давайте раздадим паспорта. Я считаю, что есть очень неплохая вещь. Это очень коррекцированная рабочая сила, это культурно абсолютно наши люди. С ними не будет никаких проблем, так сказать, как из граждан закавказских, там, или среднеазиатских республик, даже из нашего Северного Кавказа, да. Значит, это очень позитивно ориентированная, очень неплохо образованная. Хорошо, все понятно. То есть идея слушателей вам понравилась. Поэтому, да, если произойдет это, то Россия тоже не сильно проиграет. Я согласен. Из таких преференций, которые были, кстати, под выборы Януковича сделаны, это двустороннее украинско-российское соглашение о пребывании взаимном, да, на обеих территориях граждан Украины и России без уведомления о регистрации. То есть проезжаешь границу, получаешь миграционную карточку, и все, не надо оставиться ФМС на учет. Это хорошо. Если бы другие шаги были в сторону вот такого, значит, такого сотрудничества и понимания, что рынок труда для России, действительно, мы с тонущего плота будем собирать, так сказать, вот этих вот... На свой большой, на свой большой, белый, красивый корабль. Не, а разве не собираетесь в Среднюю Азию и прочее? Я более того могу сказать. Ну вы сами сказали, что предпочтительные украинцы. Я считаю, что у нас некоторые люди есть, которые вообще поддерживают эту ассоциацию, некоторые, потому что там у нас сторонники Евросоюза сильные, американцев, а некоторые говорят, может быть, даже лучше, Украина в результате этого просто развалится, да, ликвидируется как проект. Запад, западная часть отойдет туда к полякам. Ну понятно, понятно, да, запад и восток, да. А 70% населения туда, так сказать, по западу от Днепра, так сказать, с неизбежностью придет в Россию. Нам очень нужны эти русские, славянские люди, и некоторые люди говорят, что это позитивно. Хорошо. Я противник этой точки зрения. Друзья, у меня есть предложение. Я тоже противник, потому что когда признает, да, это сказал Гайдар первый, Путин повторил, что самая большая геопатилитическая катастрофа 20-го сцелетия развал Советского Союза. Да это миллионы кричат. А вот развал Украины, мало не покажется, они Россия, значит, не самой Украины. Друзья, у меня есть предложение. Ну это вы сами же. У меня есть предложение. У нас на связи сейчас Андрей Акара, политолог известный, вы его, наверное, знаете. Давайте послушаем, он находится в Киеве. Андрей, Андрей. Он, кстати, оранжевый, поздравленный, чтобы вы знали. Очень хорошо, он сейчас нам все расскажет. Андрей, добрый вечер. Хотя и российские граждане. Что происходит у нас в Киеве, расскажите нам в двух словах. Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Александрович, вы всегда меня так замечательно представляете, поэтому я очень рад вас слышать. Попробуйте опровернуть. Здравствуйте, Андрей. Ну вы друг друга любите, я знаю. Попробуйте опровернуть. Нет, Андрей, постоянно мои формы. Ну, Сергея Александровича невозможно не любить. Так, так. Андрей, как ситуация в Киеве? Что там происходит? Ну, ситуация, знаете ли, она чуть-чуть зависла в ожидании, и я так полагаю, что она будет висеть в ожидании до завтрашнего дня, по крайней мере до завтрашнего вечера. И сейчас логика вот этого вот Майдана, Евромайдана, она как раз не политическая. Юлия Тимошенко, которая в тюрьме, она, и она из тюрьмы общается с человечеством при помощи таких вот писем, которые она передает через свою дочку и адвоката. И вот она как раз благословила объединить два Майдана, политический и неполитический, и убрать политические флаги и политические лозунги. И таким образом, вот пока там это вильнюси длится, то Майдан, он, судя по всему, будет иметь неполитический, а такой общественный характер. А после того, как он закончится, и закончится, видимо, провалом подписания вот этой самой ассоциации, то, судя по всему, вот по той логике руководителей оппозиции, по той логике руководителей Майдана, судя по всему, он будет иметь, он превратится сразу в политический Майдан. То есть у них политический характер и требования будут политическими. Политическими это какими? Это значит, там, долой власть, долой Януковича, долой Кабмин, может быть, долой Верховную Раду. Некоторые лидеры оппозиции говорили о Верховной Раде тоже, хотя уж она тут меньше всего в пределе. Ну так, за компанию. Ну, политические лозунги уже прозвучали на Европейской площади 24 числа. Четко, ясно. Но пока взят мораторий. И если сейчас в Вильнюсе, вот о чем говорит Андрей, если в Вильнюсе не подпишут, тогда возвращаются к политической повестке дня. Роман, извините, да не про это речь, вы поймите, во-первых, Андрей у нас очень умный человек, но Андрей, он философский, политический митингт рассказали. Скажите по-простому. Винниковича поставили внутри ультиматум. Сказали, ты что-нибудь хотя бы подписываешь там, да? Хотя украинского просто в повестке дня там в Вильнюсе уже нет, между прочим, чтобы знали. То можешь не возвращаться. Нет, 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 если что-то подписываешь, да, то мы как-то с тобой еще готовы. Не подписываешь, будем свергать. Ну, свержение. Они же два раза... Андрей, можно назвать вот так вот ситуацию описать, как Сергей Александрович только что сказал? Именно поэтому существует такое распространенное мнение о том, что Янукович должен подписать в Вильнюсе нечто, а именно некие протоколы намерения, то есть некую бумагу, которая ничего из себя не представляет и не имеет никакого международно-правового значения, но вот имеет некое символическое политическое такое значение, чтобы снизить вот этот политический... Радус напряжения, да. Вот смотрите, при этом комиссар ЕС по вопросам расширения европейской политики соседства Штефен Фюлин назвал утро пятницы, вы говорите про вечер, да, он говорит про утро, крайним сроком для принятия Украины решения относительно ассоциации с ЕС. Но при этом он заявляет, что Евросоюз готов подписать соглашение об ассоциации с Украиной в любой момент. Звучит это следующим образом. Предложение по-прежнему на столе. То есть они тоже не исключают, что это все-таки возможно? Ну, знаете, речь идет именно, конечно, об утре завтрашнего дня, потому что просто именно вечер завтрашнего дня это будет время, когда вот когда может можно на Майдане собрать большое количество народа, потому что вечер, потому что конец рабочей недели, потому что как бы уже события какие-то завтра днем состоятся. Поэтому у Януковича есть время до завтра, до утра, ну, наверное, до обеда. Понятно также, что Европейский Союз, на самом деле, знаете, это вот сложная такая рефлексивная игра между Украиной, Россией, Европейским Союзом, Еврокомиссарами. И Соединенными Штатами, давайте не забудем про них. Ну, и Соединенными Штатами, хотя я думаю, в данной ситуации Соединенные Штаты, они скорее на стороне России, чем на стороне Европейского Союза, то есть им усиление Европейского Союза и усиление Германии, ну, Германии-Европейского Союза как-то, ну, наверное, они не очень в этом заинтересованы. Но, тем не менее, Европейский Союз делает вид, что вот как бы вот вы же, вы хотите интегрироваться, вы, то есть Украина, хотите интегрироваться, поэтому давайте как бы выполняйте все наши условия, а то мы вас не возьмем. А теперь, когда Янукович тоже ведет очень хитрую такую рефлексивную игру, мол, а вы знаете, не нужны мне ваши условия, не нужен мне ваш Союз, и уже оказывается, что Европейский Союз уже говорит, да знаете, мы готовы вас принять и без Юли Тимошенко, и без вопроса по Юли Тимошенко. Я понял. Друзья, Андрей, вот смотрите, нам говорят, что очень много людей, которые против ассоциации с Евросоюзом, да, при этом мы видим людей, которые за ассоциацию с Евросоюзом, они на площадях в Киеве, а где люди, которые против, я хочу понять, они, может быть, вышли на площади в Донецке, в Днепропетровске, может быть, в Киеве, они на Крещатике где-нибудь, на другой площади. К сожалению, связь сорвалась, девочки, продюсеры выведут там еще... А я вам отвечу, они водили хороболь вокруг памятника Хмельницкому. Где эти люди? Там рядом Софиевская площадь. Сергей, где эти люди? Их сто человек было всего. Сидят дома. Почему? Поскольку Янукович принял решение, как хотят они. Люди выходят на площади, чтобы протестовать. Нет, стоп. Им-то что, протестовать? Ну, подождите, если бы Янукович подписывал, тогда они тогда были против. Всему прочему, они оказались в такой сложной ловушке. Они голосовали за Януковича, а он вдруг сказал про Евросоюз. Но они же должны понимать, вот как вот на площади объявили, что точка невозврата, завтрашний день, да, и если вдруг Янукович хоть какую-то бумажку не подписывает с Европой, то в Киеве начинаются волнения. Эти люди должны это понимать. А вот когда начнутся волнения, они уже заявили, шахтеры надо будут, приедут в Киев и всю эту Шантрапуто, так сказать, на площади разгонят. Потому что они, конечно, категорически против этого колонияжного договора. Вы уверены, что они приедут, да? Ну, конечно. Ну, если их не остановят. Понимаете, как во время оранжевой революции их же остановили. Кстати сказать, вот эта ситуация сейчас, она как латмусовая бумажка показывает, кто за. Вот Андрей Юнычек, но пребывание на Африканском Майдане, видимо, так сказать, убавляет. Да почему же Африканский, он пока еще украинский. Да Африканский он, типичный, так сказать. Вот я револютирую, я сейчас не сказал. А про мандат. Значит, так вот, оно убавляет разум, так сказать, у американцев. Как же не против? Если было заявление представителей Госдепартамента о том, что США разочарованы. Выражают соболезнования, по-моему. Да, решением, значит, украинских властей не подписывают договор об ассоциации с Евросоюзом. И возникал вопрос, при чем здесь США. Представляете, как, насколько же надо было быть за, чтобы даже не выдержать. И не обязательно высказаться по вопросам, которые, казалось бы, к вам не имеют отношения. К нам он имеет отношение, к краю, наш сосед. Понятно. А США, бог знает, где далеко. Понятно, у нас еще звонки, слушаем. Буквально еще пару звонков, Виктор, и потом я дам возможность вам ответить просто по всем пунктам. Пожалуйста, мы слушаем наш слушатель Андрей. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Да, здравствуйте. Андрей, Москва. Да, да, да. Здравствуйте. У меня две реплики. Первая, вот по поводу молодежи, которая, собственно, составляет сейчас ту массовку, которая демонстрирует стремление к ассоциации. Понятно. Они, вообще, молодежь украинская знает уровень безработицы среди молодежи в ЕС. Хотите, я вам отвечу на этот вопрос? Да, мне просто интересно. Да, да, да. Я вам сейчас расскажу. О 50-процентной безработице. По аналогии, по аналогии, значит, с сегодняшним днем, да? Я работал в Киеве в 2004 году, когда вот этот оранжевый майдан, он только начинался. На моих глазах, я помню, Тимошенко и Ющенко, они брали, ворвались в Центр избирком и пытались прорваться в кабинет к Сергею Кивалу. Это был такой председатель Центра избиркома. Их, когда не пустили, они повернулись и на все телевизионные камеры, которые там стояли. А я тогда работал на программу «Время». Они обратились к своим сторонникам выйти на майдан. И вот они вышли на этот майдан незалежности. Я включался в эфир программы «Время». Стою на торговом центре «Глобус», то есть самый центр. Перед тем, как туда приехать, поговорил с министром внутренних дел Украины, был такой генерал Белоконь. Я к нему подошел перед прямым включением, спрашиваю, сколько человек вмещает майдан незалежности. Он говорит, из расчета три человека на один квадратный метр 50 тысяч. Но так как майдан делится кричатьком на две части, а была занята под митинг только одна, то я так посчитал где-то 1025. И вот я стою в окружении этого оранжевого моря, в основном точно такой же молодняк. И я им говорю, друзья, а что вы хотите получить от Ющенко? И мне рассказывают, мы хотим получить хорошее образование, медицину, мы хотим жить так же, как в Европе и так далее, и так далее. Ровно все то же самое, понимаете? Ну, это 2004 год, заметьте. Да, 2000. Тогда не было такой ситуации в Европе экономической. И 50% безработицы не было. Совершенно верно. Во Франции уже 30% безработицы. Согласен, она на маленькую двухмиллионную Словению 350 тысяч только по официальным данным. Но вот в том-то и дело, в хорошие времена они хотели это, у них не получилось. Они пожили при Ющенко, у них не получилось. Причем многие говорили, что они не за Януковича, они не за Ющенко, а против Януковича, именно поэтому они находятся на этом Майдане. В хорошие времена не получилось. Сегодня плохие времена вряд ли, наверное, тоже получится. Извините, вторая реплика буквально в продолжении. То есть, конечно, это вопрос для Европы фактически вскрытие. Сейчас украинский рынок, это 45 миллионов потребителей. Это, конечно, продлить свое существование еще хотя бы лет на пять. Для них очень важно время. Для производящей Европы... Я понял. Я понял. Рынок Украины, да, он для Европы перспективен. Поэтому они будут до упора, до последней секунды, они будут этот вопрос, конечно, Украину пытаться выкручивать руки. Для них это вопрос выживания фактически. Сегодняшняя ситуация. Все понятно. Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение. Мы уходим на рекламу. Вернемся через несколько минут. Еще раз добрый вечер. Это радио Финам-ФМ. Частота 99,6. В эфире программа «Искусство возможно» в студии Роман Бубаян. И мы говорим сегодня о ситуации на Украине. Телефон в нашей студии, по которому можно позвонить и задать вопрос. Любой вопрос мне или нашим гостям. 65,10,99,6. Код города Москвы 495. И представлю наших гостей. Это Сергей Александрович Марков, проректор Российского экономического университета имени Плеханова, член Общественной палаты России. И Виктор Гиржов, журналист, сопредседатель общественной организации «Украинцы Москвы». Еще у нас на связи по телефону из Киева Андрей Акара, политолог. И мы уже беседовали с ним. Он нам сообщает самые последние новости о том, что происходит в украинской столице. Начнем со звонков наших слушателей. Вадим, добрый вечер. Мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам за слово. Я вообще хотел бы сказать, что мне кажется, что украинцу мы уже по большому счету проиграли. О, интересно. Ну, как вот интересно бы заметить, все говорят о том, что это нам братская и дружественная страна. Не все говорят, но очень многие. Не все, но многие. Нигде, но главным образом считаю. А кто вот, например, из слушателей, вернее, из присутствующих у вас детей, считает, что Россия не братская и недружественная страна? Вот скажите, пожалуйста. Россия не братская и недружественная страна для кого? Ну, вы говорите, вот не все считают. А я думаю, что вот все присутствующие у вас считают, что Россия, то есть Украина... Украина, а, все, понятно. Братская и дружественная страна. Сергей, Украина для России это дружественное государство или государство, которое не очень хорошо... Дружественная страна, братский народ. сложные отношения с государством. Это нужно отличать. Государство, страна, народ, это все-таки разные. С властями? С властями, да, с государством сложные отношения. Образки народа, безусловно, образки. Более того, многие считают, сейчас идет спор, все-таки это единый народ, видимо. Многие считают, что это вообще единый народ, разделенный искусственно на две страны оккупационными силами. Да-да-да. Австро-Венгрию давайте вспомним. Не-не-не. Австро-Венгрию с Аюрвел. Они начинали все это. Ну, сейчас понятно. Ну, ладно, да. Виктор, как вы считаете, Украина дружеская государство. Нашим ближайшим союзникам. Вот буквально полгода назад, когда только начались активные разговоры о том, что предстоит подписание вот этого соглашения с Евросоюзом, что в первую очередь сделала российское руководство? Оно в первую очередь начало выкручивать украине руки. А что надо было сделать? Шоколадная война. Не-не-не, секунду. Что надо было сделать? Надо было, видимо, уже тогда приглашать Ющенко. Ой, Ющенко. Ющенко. Ну, Януковича, да. Для чего? Для чего? Для чего? А для чего его пригласили сюда вот тайно приехать? Буквально за неделю, да. У меня немножко другая информация. И после этого подседала... Можно я отвечу? У меня немножко другая информация. Можно я отвечу? Виктор Янукович приезжал сюда сам. Мы не знаем, о чем речь. Он приезжал сюда сам. Только после того, как дали понять о том, что действительно закроют российский рынок. Совершенно верно. И когда он понял, что Украина понесет убытки, что у него будут проблемы в 2015 году, потому что европейцы, которые сегодня его зовут и призывают подписать договор об ассоциации, обязательно поднимут вопрос Юлии Тимошенко. Обязательно. И вот после этого начались неоднократные визиты лидера Украины в Москву, в Сочи и так далее. Даже без Тимошенко проигрывал бы выбор, если бы упал экономик. Я согласен всем, что шаги, которые... Значит, был применен со стороны России метод кнута и пряника. Сначала кнут. Установили границу. Запретили конфеты Рошен. Начались там по прокату, значит, по вагонам. То есть такие вот, своего рода, эмбарго. Потом? Потом, когда это не сработало, а сработал закон сопромата, да, чем больше давишь на тело, тем оно больше сопротивляется. Так, так, так. Тогда включили пряник. Начал, значит, большие длинные переговоры с Януковичем. И закончился вообще тайным визитом в Москву, ни в Украину, ни в Россию. Никто не знает, где были, о чем разговаривали. Ну, где-то на подмосковном аэродроме. Что пообещал Путин. Значит, теперь смотрите. Сейчас вот последний вопрос о Левадо-центре. Это об отношении россиян к украинцам. Значит, там сказано, что 49, почти половина россиян хотят равных, партнерских, добрососедских отношений с Украиной. И только 35%, слушайте, как вопрос сформулировал, хотят, чтобы Украина оставалась под политическим и экономическим контролем России. Вот вам интересы, вот вам амбиции. Вот. Поэтому это все напоминает все эти действия, принуждение к дружбе. Секунду. Вот сразу секунду. Значит, самое распространенное заявление с украинской стороны. И со стороны Европы, и со стороны Соединенных Штатов. Что Россия давит на Украину, оказывает давление. У меня вопрос. А почему Россия не должна давить на Украину, если Россия видит, что только таким образом она может достичь собственного, отставить собственные интересы? Достичь какого-то конкретного результата. Нет, этим не достигнешь. Ну подождите. Этим только настроишь после себя. Да мы достигли. За 22 года надо было сформировать пакет сотрудничества. Проекты какие-то мощные. Их нету практически. А вот это да. А вот это да. А таможный союз. Только разговоры и заклинания. Нет, 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 Сергей, 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 речь идет не об этом. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что мы много лет говорим о том, что это дружественное государство. Да, ну что не делаем. Что это братский народ. Что мы без Украины там себя не представляем. Украина без нас не сможет. И так далее, и так далее. Но конкретных экономических совместных проектов не предлагаем. Они же об этом говорили. Как не предлагать? Они же говорили, давайте перечислим, перечислим. Первый, таможенный союз. Это сейчас таможенный союз. На протяжении 20 с лишним лет. Что еще предлагали? В 20 скурсе Россия почти разваливалась. Я еще могу еще. Давайте, давайте. Предлагали в свое время совместным консорциям по финансированию и развитию газотранспортной системы. Раз. Дальше. Отказали. Самолет. Самолеты. Пустили натовских полковников в себя. Так, так, так. Войно-промышленный комплекс предлагали вместе. Нет, сказали, мы все переподчиним натовцам. Ющенко запустил туда американских сырушников и британскую разведку. Значит, мы предлагали, даже потом, давайте в зерновое консорциум. Россия, Казахстан и Украина совместно контролируют до 20% зерна мирового, мировой продажи зерна. 20% на таком распределенном рынке, то это возможно, по сути дела, диктовать цены. Сказали, давайте будем делать. Им запретили западники. Вызвали на ковер и запретили. Хорошо. То есть, мы предлагали... Вам мешает уже отчасти полуколониальный статус. Вам мешает сотрудничать. Вот это полуколониальное, так сказать, давление, контроль, шантаж, воворачивание рудок, которые по отношению к Украине занимает Запад. Мы должны украинский народ освободить. Хорошо. У нас звонок нашего слушателя. Александр, мы вас слушаем. Добрый вечер. Свобода в Украине. Вот что будет главным лозунгом. Александр, вы нас слышите? Александр. А почему не отпустить просто Украину? Нет, Александр, да. Ну, мы вас слушаем. Добрый вечер. Путин сказал, не отпустим. Нет, какая разница. Пусть попробуют. Друзья, предлагаю послушать звонок. У нас звонок в студию. Интерес государства, это точнее. Слушаем вас, Александр. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Вот по поводу позиции Америки, по поводу страны, которой вроде бы до нее сильно далеко и никакого дела быть не может. А не кажется ли вашим уважаемым экспертам, что эта самая Америка пытается спихнуть эту Украину, в которой 45 миллионов населения, для того, чтобы этот Европейский Союз окончательно развалить? Ведь если он ничего не может сделать с 5-миллионной Болгарией или 9-миллионной Румынией, то что он будет делать с этой нищей, особенно с Западной Украиной? И не получит ли при этом Евросоюз в своих рядах, грубо говоря, восточноевропейский Египет? Я понял. Но посмотрите, какая история, Александр. Можно, конечно, можно, собственно, выстраивать и такую версию, да? Но тогда давайте придем к такому, собственно, договору, что Европа, европейцы, они просто все дурачки, потому что они ни черта не могут просчитать вот эту вот остроумную игру Соединенных Штатов, которая хочет просто 50 миллионов нищих украинцев посадить на баланс и без того не очень, собственно, хорошо живущих европейцев. Может быть такое? Как вы считаете? Нет, такого теоретически не может быть. А практически получается, да? Вы знаете, позвольте, Роман. Роман, позвольте, пара американцев. Все-таки они немножко знают, в чем здесь дело. Американцы не хотят сделать Украину членом Евросоюза, поскольку понимают, что это невозможно, конечно, да? Значит, что это... Мы не поймем роль американцев, если не возникнет следующее, другое слово. Польша. На самом деле это польский проект. Поляки мечтают о чем? Стать в Евросоюзе вровень с Германией и Францией. Речь посполита? Да, речь посполита от моря до моря такая, польская, так сказать, шляхта такая. Вот это их мечта, да? Эта мечта соответствует интересам американцев, потому что поляки после Великобритании самый главный американский союзник в Европе. И американцы им помогают этому польскому проекту. Для этого поляки всегда хотят получить очень хорошую работу и очень выгодную при этом контроль, как бы протекторат такой, так сказать, статус имперского жандарма над некоторыми восточноевропейскими территориями. Не только, кстати, над Украиной, но и над Белоруссией тоже. Селенок хватит? Ну, они-то уверены, что они великая европейская страна. Понятие? Ну, ладно. Это известно, что Польша всегда губила гордыня вот этой шляхты, которая брала на себя вся слишком много. И здесь сейчас тоже американцы просто немного подыгрывают вот этому польскому плану. При этом мы должны отличать как систему американского президента. Они немножко сейчас отличаются. Барак Обама не хочет ссориться. Именно за то, что Барак Обама прекратил массированную поддержку оранжевого, смог победить Инукович и смогли сейчас Саакашвили оттуда выгнать. Но есть американская система, которая рассматривает все-таки по-прежнему Россию как противника, которую надо ограничить. И вот над тем, чтобы, взяв контроль над Украиной, через это сделать Россию, не дать России подняться, встать на ноги, с этим согласны и евросоюзовцы, и американцы. Все понятно. Непонятно только одно. Каким таким чудесным образом через Украину они не дадут России подняться на ноги? Вот это вот, вот я никогда этого не понимал. Очень коротко, если можете объяснить. Объясняю. Очень коротко, Сергей, у нас 4 минуты. Чтобы развивались высокотехнологичные производства, нужны большие рынки. Для того, чтобы строить там по полной линейке самолетов, нужны большие рынки. Недостаточно 150, 160, 170 миллионов. Нужно иметь 250, 300 миллионов. Поэтому большой рынок дает развиваться высокотехнологичному. Без больших рынков нет высокотехнологий. Плюс, для того, чтобы хранить цивилизационную своеобразность, чтобы быть независимым под настоящей страной, нужно иметь цивилизационную идентичность, своеобразность. Для этого тоже должен быть достаточно большой объем. Поскольку украинцы, те же самые русские, все прекрасно понимают, да, то они, так сказать, вместе с Россией получается достаточно объем, чтобы сохранить свои образы цивилизации и независимая политика России на внешнем мире. То есть они полагают, что если Россия будет с Украиной, то в результате никогда им Сирию не бомбить и Иран не бомбить и не смогут делать, что хотят. Вот оно как. Друзья, у нас Андрей Акарл у нас на линии из Киева, он у нас сорвался. Я хочу буквально, пока у нас осталось еще хоть сколько-то времени, задать вопрос ему. Андрей, скажите, как вы считаете? Предположим, не подписывается вообще никакая бумага между Украиной и Европой. То есть Янукович возвращается в Киев, не подписывая абсолютно ничего. На Майдане они возвращаются, люди, которые собрались, и их лидеры возвращаются к политическим требованиям. У нас сейчас в студии прозвучало мнение, Виктор, по-моему, сказал, и Сергей с ним согласился, что люди, которые против ассоциации с Евросоюзом, когда они увидят, что Януковичу будут ставить таким образом ультиматум и требовать его отставки, они тоже выйдут на улицы украинской столицы. У меня вопрос, как вы считаете, возможно ли что-то такое похожее на гражданскую войну? Знаете, я так думаю, что Сергею Александровичу, наверное, хотелось бы очень верить в то, что Украина расколота, и что Украина на пороге гражданской войны. Но на самом деле, как ни странно, придется разочаровать. То есть, как смешно, но европейская тема, тема евроинтеграции Украину не расколола, как многие у нас в Москве думали. А наоборот, она мобилизовала, более того, информационная политика наша по отношению к Украине, она тоже украинцев мобилизовала и повысила рейтинг Евросоюза. То есть, до того, как началась кампания по российскому телевидению и в российских СМИ против евроинтеграции Украины, рейтинг количества сторонников и противников было примерно одинаково. Сейчас два к одному, даже больше. И, в общем-то, на самом деле, раскола нет. Раскол есть, некоторая видимость раскола есть в Крыму, в Луганске и в некоторых юго-восточных городах. А так, в принципе, ну какой раскол, если сам президент, против которого стоит Майдан, если он за евроинтеграцию, он постоянно подчеркивает. И поэтому вот все не так, как в 2004 году. Понял, Андрей, спасибо вам большое. Нет у нас совершенно времени. А что хочу сказать? И слава богу, что нет никакого раскола. Или слава богу, что нет никаких предпосылок для того, чтобы люди пошли друг на друга. Одни за, другие против этой ассоциации с Евросоюзом. Мы в этом не заинтересованы. Мы заинтересованы в том, чтобы на Украине все было хорошо. Но я, знаете, о чем я подумал, Сергей, когда узнал о том, что Янукович пока не подписывает договор об ассоциации. О том, что Янукович просто молодец. Он переиграл абсолютно всех. Он сейчас заморозил ситуацию, замер в ожидании и ждет предложений. И какие предложения поступят ему, как говорится, более выгодные, вкуснее. Со стороны ли Европы, со стороны ли Москвы, вот тогда он и будет принимать решение. Получается, мы спорим, а Янукович всех переиграл. Спасибо еще раз всем. Встречаемся через неделю в этой студии.